Доброго дня! Вы смотрите программу «Хочу домой» на телеканале Самара ГИС. Это программа о животных, которые остались без крыши над головой в результате действий нерадивых владельцев. Также мы рассказываем о животных, родившихся под открытым небом и у которых дом – это улица. Ну и, конечно, счастливая история – определение собак и кошек к своим владельцам. И гости в студии. Давно мы не приглашали Инну Тарасенко, руководителя ветеринарного центра «Флагманвет». Я даже помню, это было 3 июня, в последний раз в начале лета. И сегодня у нас в студии Елена Горячева, владелец метиса, к сожалению, бывшая, которая расскажет подробности о недавно нашумевшей истории о своей собаке и, конечно, участии в обсуждении проблемы жестокого обращения с животными. Добрый день! Здравствуйте! Добрый день! Итак, Инна, начнем с вас. Расскажите немножко о выставке, как она прошла и, самое главное, какое количество собак и кошек все-таки сумели уйти домой. Выставка в этом году прошла очень хорошо. Результат потрясающий. 90 кошек, 33 собаки и даже 3 грузуна уехали домой за 2 выставочных дня, 29 и 30 октября. В этом году, конечно, выставка была особенно красивой. Было очень много участников, было очень много спонсоров, очень много людей, которые пришли не только для того, чтобы посмотреть животных, выбрать себе кого-то, но и просто пообщаться, поддержать друг друга. Все те, кто занимаются либо профессионально, либо, скажем так, имеют увлечение, помощь бездомным животным. Какие приюты были и, может, кого-то забыли в этот раз? Нет? У нас приглашение на выставку «Друг человека» является открытым. Как правило, за месяц до начала выставки мы объявляем о ее проведении и просим присылать заявки. Основные участники выставки в основном всегда одни и те же. Это самые крупные самарские приюты. Если кто-то новый хочет войти в их состав, они, безусловно, должны сами эту заявку подать и сообщить о количестве животных. Количество животных согласовывается очень заранее, потому что план павильона простраивается детально для того, чтобы все в конечном итоге смогли уместиться. Более того, не только приюты, но и индивидуальные волонтеры могут также выставиться со своими подопечными. Они также подают заранее заявку и участвуют. В этом году, как всегда, приют «Надежда», наши дорогие и уважаемые партнеры со своим проектом «Доброхвост». Приют «Участие», приют «Зооспасение», «Кот-бегемот», «Зоогостиница» и «Стационар». В принципе, это самые крупные участники нашего мира зоозащиты. Ну и, конечно, мы со своими подопечными. А в остальном это ребята, которые сами помогают бездомным животным. А в этом году, по сравнению с тем, что было в прошлом году и в этом году, по количеству людей, которые пришли, посетители, жители нашего города, больше было, меньше? Какая динамика? Вы знаете, у нас в этом году просто потрясающий организатор, безусловно, который участвовал во всех предыдущих фестивалях, но в этом году приложил самые большие усилия. И они даже установили специальный прибор, который считает количество уникальных посетителей. И мы посчитали, что у нас за два выставочных дня прошло более трех тысяч человек. То есть мы это знаем точно. Это не те люди, которые ходили туда-обратно. Это именно уникальные люди, которые попали на наше мероприятие. Мне кажется, что это очень хорошее результат. Это на протяжении трех дней, да, шло выставка? Двух. Двух. Двадцать девятая, тридцатая, да. Какие виды спорта были представлены или не представлены на вашей выставке были? У нас было несколько секций, несколько выступлений. Было выступление, если я не ошибусь названием, это называется ноузворк. Когда ты учишь собаку искать с помощью своего нюха какие-то предметы. Было очень интересно, людям очень понравилось. Были выступления по аджилити. Был даже представитель, действительно какой-то серьезный награжденный человек от этого клуба. Молодая девушка, очень симпатичная. Правда, сейчас не вспомню, к сожалению, имя. Но это было потрясающе наблюдать. И, конечно, ребята из проекта «Вот он, пес» со своими уже учениками, выпускниками тоже. Александр Масленников, ведущий выставки, вместе со своим парнем, псом Бартом, которого он в свое время тоже взял из приюта, показал, конечно, уникальные достижения. Как он себя вел, он всю выставку слушался потрясающе, ловил вкусняшки, в общем-то, развлекал детей. Было очень здорово. Хорошо. Скажите, пожалуйста, какое количество собак было, я так понимаю, так, 90-33 собаки? В этом году больше взяли или меньше, чем в прошлой году? Больше. Больше. В этом году вообще... Какая динамика все-таки была, вот, как бы, летом еще говорили о том, что спад интересов у людей по отношению к дворнягам, к собакам породы метис? На мой взгляд, наоборот. Вот, сейчас подъем, безусловно, и спад, он связан был не с тем, что у них пропал интерес к этой породе, да, так называемой. Он был связан больше с экономическими, политическими какими-то событиями, либо с событиями, связанными со сферой здравоохранения, да, с которыми весь мир столкнулся. Потому что все-таки принятие в свою семью нового томца, да, нового члена семьи, адекватные люди всегда взвешивают свои возможности. Все-таки это не настолько спонтанное решение, чтобы оно было таким легким и простым. На данный момент, мне кажется, что и организация самого фестиваля, и дружественная атмосфера, и, конечно, количество подарков, и консультации профессиональных, которые получили те, кто брал, да, животных в семью, они стимулировали. То есть у людей появилась какая-то почва под ногами и уверенность, что я беру, но меня не оставят, вот, меня будут поддерживать. Были и те, кто там делал обработки сразу же на выставке от каких-то там эктендопаразитов, давали подарки, даже наборы с платками, с ошейниками, даже сертификаты в кино и на бесплатную пиццу. Так что в этом году, конечно, все уходили очень довольны. Большое спасибо, мы тоже, как бы, присоединяемся к этой благодарности. Итак, время, мы прервемся на несколько минут, чтобы посмотреть видеовизитки о собаках и кошках, которым нужен свой дом и хороший ответственный владелец. Кличка этой собаки – прищепка. Обратите на нее внимание, ей нужен свой любящий и ответственный владелец. Попала в приют еще в щенячьем возрасте с травмой в глазу. Сейчас ей около трех лет. Глаз удалось спасти, все оказалось не так страшно, как казалось. Собака очень жизнерадостная, очень веселая, человекоориентированная, очень любит гулять, послушная, никуда не убегает, очень тянется к человеку. Очень хочется, чтобы ей нашелся достойный хозяин. Она будет прекрасным собаком-компаньоном. Прищепка очень ждет своего нового владельца. Собака готова жить и на улице, но все же ей лучше подойдет небольшой уголок в квартире. Обратите внимание на эту собаку и позвоните по телефону 8-917-019-1827. Красивый, серый, в полосочку, потерялся в одном из дачных массивов в пригороде Самары. Был в ошейнике. Его забрали добрые люди. А Виктория согласилась дать ему временный приют. Хорошо изучила его характер и в настоящее время ищет ему нового владельца. Коту где-то ориентировочно 4 года. Он очень добрый. Он ходит в лоток, ест абсолютно все и дружит с другими кошками. Прекрасные животные как раз для квартиры, для дома. А вот к новому человеку как отнесется? Очень хорошо относится. Обратите внимание на этого мудрого и красивого кота. Он кастрирован другим кошкам, не конфликтный. Заберите его домой. Звоните Виктория Сердюченко по телефону 8-927-714-74-70. Сейчас даем информацию о собаке по кличке Лиса. Она еще в подростковом периоде, ей около года. Нашли волонтеры на улице и с большим трудом определили ее в один из приютов города. Представляет собаку ее волонтер Виктория Викурова. Собака очень ласковая, очень игривая. Вот прям вот она любит внимание. Послушная достаточно, но внимание любит. И надо очень много внимания уделять. Эта замечательная собака по кличке Лиса приучена к выгулу и к поводку. Она ждет, что на нее обратят внимание и заберут домой. Она может проживать как на территории двора, однако ей подойдут и квартирные условия. Обратите внимание на эту собаку и наберите номер 8-927-786-3508. Василий так зовут этого кота. Ему сейчас около трех лет. Нашли на улице и как-то он задержался у волонтера. В настоящее время ему ищут нового владельца. Вася у нас мальчик с характером, можно сказать, королевских каких-то привычек. Если он не хочет, чтобы его брали на руки, он к вам не подойдет. То есть он сам любит подходить. Если хочет, чтобы его полоскали, подойдет к вам, попросится, чтобы вы его погладили. Даже вот видите, сейчас он не очень хотел на ручки, но мы его взяли. Он против. Обратите внимание на кота Василия и позвоните 8-917-019-18-27. Обратите внимание на этих животных, помогите им найти свой уютный уголок в вашем доме. А мы продолжаем разговор в студии с нашими гостями. И вот, к сожалению, мы переходим к очень печальной теме. Тема, ну, я бы как бы сказал, ну, не убийство, а, наверное, жестокое обращение с животными. Елена, пожалуйста, расскажите, что произошло совсем недавно. 30 октября, собственно, расстреляли собак, проживающих непосредственно на территории СНТ. Причем они не были бродячими собаками. Один из псов, который погиб, хозяйкой которого непосредственно являлась я. Он нам достался по наследству. Мы купили участок чуть более года назад. Предыдущий владелец был вынужден продать участок в связи со скорость своей болезнью. Ему нужно было переехать в город. И пса экстренно передали охране СНТ для работы. Что по опыту показало, сторож плюс собака достаточно эффективный такой момент в борьбе с любителями. Пес длительное время проживал непосредственно у вагончика охраны. У него там была будка. После того, как мы переехали, мы сразу его не забрали, поскольку супруг у меня устроился работать в охранной СНТ. И они продолжали уже вместе нести, так сказать, службу. А собака была постоянно привязана? Она была на цепи или все-таки она свободно ходила по территории СНТ? Нет. В тот момент, когда он проживал непосредственно у вагончика СНТ, он постоянно находился на цепи. Спустя какое-то время, длительное достаточно время, мы забрали пса домой. Произошло это после того, как председатель СНТ спросил у нас, не хотим ли мы передать собаку окончательно в СНТ. Но поскольку немножечко недобросовестное, наверное, отношение к животным, проживающим на территории, мы решили этого не делать и забрали пса домой. Участок у нас недалеко от вагончика, буквально в четырех участках. А домой, в смысле, в городскую квартиру забрали? Нет, нет, нет. Мы проживаем круглогодично на территории дачного массива, да. И собаку мы забрали уже непосредственно к себе во двор. Но поскольку пёс длительное время находился на охране, он привык к тому, что у него как бы там будка, он к ней привык. И он очень часто пытался туда убежать, очень часто. Несмотря на то, что, в принципе, его же старая будка осталась на участке, то есть это всё было. Иногда муж, даже вот после совершения обхода по территории массива, иногда он оставлял собаку в будке у охраны. Ну, опять же, на цепи привязанную, да, я так понимаю? Да. Вот. В то утро, когда, собственно, произошёл этот случай, пёс находился у нас дома. На улице шёл дождь, пёс находился у нас в предбаннике. И он, к сожалению, мы не уследили, он открыл дверь, вышел на улицу, и, соответственно, у нас калиточка не закрывается. Он её толкнул и убежал по привычке, убежал к вагончику охраны. В обед, извините, я волнуюсь, прозвенел телефон у мужа. Дачники позвонили со словами, подстрелили боя. У меня муж, несмотря на то, что там пять участков до вагончика, он прыгнул в газель и приехал на место. Пёс был изранен очень сильно. И прятался в будке у вагончика. Там же у этой будки на цепи находился молодой пёс, тоже непосредственно принадлежащий охране, которого председатель привёз после того, как мы отказали оставить боя у охраны. А вот скажите, пожалуйста, вот смотрите, они сидят на цепи. Насколько я видел по видео, там какой-то проходной участок на территорию дачного массива или нет? Да, это получается как центральный переулок, вагончик охраны. А собака вот не мешала людям, которые заходили на этот дачный участок? Нет, вы знаете, он был не агрессивный. То есть там на видео даже видно, мальчишка изначально подходит, он виляет хвостом, он выражает, как говорится, свою преклонность, да, человеку. Он был абсолютно не агрессивен. То есть, вы знаете, я после этого случая, немножечко перепрыгну, в общем чате СНТ я неоднократно спрашивала, есть ли кто-то, кто может сказать о том, что кого-то укусил бой. Ко мне никто не обратился. И до этого момента, то есть непосредственно люди, которые расстреляли собак, относительно боя ко мне никто не обращался, никто ничего не говорил. Вот эти люди, которые расстреляли собаку, они тоже имеют участок на дачном массиве? Да. У этих людей, у них есть, у самих собаки? Да, точное количество, не скажу, около пяти или шести, то есть у них есть свои собаки. То есть они сами собачники, и они решили вот так вот. Вы можете сказать причины, по которым вот устроили вот такую расправу над собаками, причина, что могло подтолкнуть этих людей на такой поступок? Основной причины, честно сказать, я не могу назвать, потому что пострадали собаки не бродячие, в том числе пёс, который находился непосредственно на цепи. Если в тот момент бой, как мы видим на видео, он там был у вагончика не на привязи, то рекс, которого мы сейчас лечим, кстати, мы его нашли, вот он находился на цепи. То есть ему даже некуда было бежать, убежать, его потом, как мы выяснили по видео, отпустили дачники. Самое главное, вы полицию вызывали? Да. Приехал наряд ДПС, приехал буквально моментально, минут через 15 после всего, как случилось, потому что стреляющие были в состоянии алкогольного опьянения, они были на машине. Сотрудники ДПС отреагировали буквально моментально, 15 минут они были у нас. Примерно минут через 40 приехал наряд полиции и, соответственно, уже проводились оперативные действия. А этих людей задержали или нет? Изначально нет, изначально, насколько даже мне известно, один из стреляющих был в розыске. И спустя неделю мне позвонил замначальника Кировского отделения полиции и сказал, что они пришли в понедельник, получается, спустя неделю сами с повинной. А вам удалось переговорить с человеком, который стрелял в себя? Нет, мы с ними не общались, честно сказать, вот у нас... И они сами не звонили вам? Нет, нет, нет. Какие действия были проведены ими со стороны правоохранительных органов? Ну, к сожалению, мне до сих пор не удалось попасть непосредственно к следователю, потому что у меня очень много видеоматериалов, достаточно серьезных, которые необходимо приобщить к делу. Помимо всего прочего, я тело пса отвезла на экспертизу в ветеринарную лабораторию на мехзаводе. Вот у нас есть официальное заключение, то есть пса, к сожалению, спасти было нельзя. Он был обстрелян дробью с головы до ног. Извините. Инна, как часто происходят у нас такие случаи? Вот именно случаи, которые стали достоянием общественности? Ну, в нашем, по крайней мере... Что-то может быть случилось? В арсенале есть очень большая, если это можно назвать коллекцией, да, случаев жестокого обращения с животными. Очень большое количество тех, кого мы смогли спасти, хотя шансов у них было немного. И, конечно же, там есть те, кого мы спасти не смогли. Но вот подобный случай у нас произошел полтора года назад, когда к нам попала собака Ирма. Ей выстрелили также в СНТ, только со стороны Новокуйбышевского направления, в лицо и в беременный живот. Вот это был один из самых сложных случаев реабилитации. Она полностью ослепла. Операция экстренная помогла сохранить ей жизнь по извлечению плодов. И она, конечно, более полугода училась жить заново. И сейчас, на данный момент, если сделать ее рентген, то она полностью состоит из картечи. Слушайте, ну, по сути дела, получается, стреляют почему-то именно домашних собак, либо собак, у которых все-таки есть потенциальный... Нет никакого оправдания или какой-то логики в этих действиях. Как правило, люди никогда не осмеливаются нанести вред тем животным, которые действительно могут быть опасны. Они боятся этого. И те люди, которые готовы причинить вред животным, как правило, считают это неким, как сказать, выплеском собственной нереализованности и агрессии. И зачастую попадают под руку совершенно не те, к кому они, возможно, эту претензию и имеют. Это в основном те животные, которые доверяют часто людям. Да. Которые не могут себя защитить. Поэтому такое вот объяснение... То есть та собака или кошка, которая подошла к человеку, да, и... Ну, про кошек мы вообще с вами не говорим. Какое может быть вообще возмездие в отношении кошки, да? Но собак, я очень понимаю, можно бояться. Но в основном, да, страдают те, кто беззащитен. Это же очевидно. Спасибо большое. Ну, а нам необходимо прерваться от нашей беседы сейчас. В студии у нас Елена Горячева, владелец Митиса, которая пострадала от рук жестоких людей, и руководитель приюта Инна Тарасенко. А мы смотрим сюжет с выставки. С кем нам еще удалось поговорить из числа счастливых обладателей животных, взятых с выставки, а также напомним, что такое джилити. Уже традиционным становится фестиваль-выставка бездомных собак под названием «Друг человека». В этот раз под сводами выставочного центра на улице Мичурина собралось около 150 собак и кошек. Собак чуть меньше, кошек побольше. Одни жители города пришли, чтобы показать и отдать животных, которых временно пристроили. Други, наоборот, приехали, чтобы выбрать себе друга. Причем некоторые любители животных проделали немалый путь за 100 и даже 150 километров из других городов губернии. Собака где будет жить? В квартире или дома? В квартире, в поселке городского типа. Там тоже есть разные собачки, есть лес, где погулять. Тоже хорошо, нормально будет жить. И в каком? Поселок Лоский утес. Понятно. Ну, вам удачи. Уже в первый час работы нескольким собакам и кошкам несказанно повезло. Их выбрали в качестве домашних любимцев. И посетителей в этот раз ожидалось много, так как информацию о выставке начали размещать за полтора месяца. Почему именно с выставки, почему именно сюда пришли? Ну, увидели объявление в интернете. Но до этого какие-то были неудачные попытки у нас из приюта взять. Ну вот, целенаправленно сюда приехали. И выбор большой оказался. Много собак и кошек, и люди внимательно выбирали для себя питомца. Ведь жить предстоит не один год. Кто-то подолгу присматривался, иные определялись быстро и особо не задумываясь. У каждого посетителя были свои критерии. Всего несколько минут понадобилось Наталье Володиной, чтобы определиться с выбором. Взяла щенка на руки, и все, сказала, он мой. По каким критериям вы сейчас смотрите, подбираете? Нет, просто маленький. У меня всю жизнь маленькие собачки были. Вот два года назад осталась без собачки. Пришлось усыпить, болела очень сильно. Сейчас тяжело у меня без них. А почему именно вот приют, почему не породистую какую-то взять? Не хочу лучше вот таких вот. У меня там всю жизнь подобранные с улицы были. Почти в основном все собаки с улицы. Я собачник. Люблю животных больше, чем людей. Да. Ты согласен со мной, да? А чем вот запал этот пес, а почему именно эту собаку? Ну, я не знаю, просто посмотрел в его глаза и решил, что подружимся. Точно подружимся. Взяв собаку, у многих возникает вопрос, чем заниматься, как дрессировать, и кроме этого, чему еще можно обучить собаку. На фестивале стала традицией представлять новые или уже устоявшиеся виды кинологического спорта. 25 лет в губернии развивается аджилити. Это преодоление препятствий в определенной последовательности и на время. Поддерживать собаку в спортивном режиме вырабатывается хорошее нестандартное послушание. Собаку мне это нравится. Почему бы ей не доставить это удовольствие? Насколько сложно вообще заниматься аджилити? Ну, в моем возрасте уже сложно, а вообще это здорово. Это и объединяет и собаку, и хозяина. Можно с любой собакой заниматься аджилити или вот только с породистами? Да нет, конечно, с любой. Это не зависит. Вообще с любой, с медленной. Самое главное – заниматься. Фестиваль закончился, кому-то из животных повезло, и их забрали домой. Кто-то еще будет терпливо ждать своего часа. А новый фестиваль не за горами. Уже через три месяца под сводами выставочного центра снова соберутся собаки и кошки, чтобы обрести наконец-то свое счастье. Дом и любимого хозяина. Кстати, о мероприятии впереди. Думаю, еще будут также выставки. Инна, какие планы, когда опять и в каком формате ждать мероприятий подобного рода? Следующий девятый фестиваль «Друг человека» пройдет 14-15 апреля 2023 года. Даты уже известны. Поэтому мы заранее, уже с начала марта, будем всем рассказывать о том, что ждет людей, которые придут на этот проект. И после успешного проведения восьмого фестиваля, конечно же, многие участники решили вложиться в проведение мероприятия более масштабно. Будут более хорошие призы, больше новых декораций, больше новых спонсоров и участников. И, конечно, очень много животных, которые хотят домой. У меня есть предложение, может быть, вызвать тех людей, которые забирали у вас собак на предыдущих выставках, и, ну, хотя бы там не надо много, там двух, трех человек или четырех, и чтобы они рассказали, да, что действительно, как живет у них это животное, кошка, собака. Кстати, в этом году это произошло, скажем так, без подготовки. После выступления новый глава Октябрьского внутригородского района города Самары тоже рассказал, что несколько лет назад его дочка, если не ошибаюсь, взяла кошку с этой выставки. Это было, конечно, очень приятно. И еще в рамках выставки к нам пришли хозяева Майкла, нашего выпускника, и принесли потрясающий портрет кота, кстати, с очень серьезными проблемами со здоровьем, который около четырех, а может быть даже пяти лет стал домашним. Это было очень приятно. Самый главный вопрос, который, наверное, всегда мы задаем, когда происходят вот такие ситуации довольно-таки жестокие, мы опять вернемся к теме, вернемся к теме вот жестокого обращения к животным. Все-таки, что сделать для того, чтобы вот донести до людей, до жителей? Я же понимаю, что не так много людей или там все равно единицы людей, людей, которые могут обидеть кошку или собаку, или которые могут вообще выстрелить в собаку. А получается, у нас получается складывается мнение именно по тем, я не знаю, по тысячному человеку общее мнение о нашем обществе. Лена, пожалуйста, к вам вопрос. Что, собственно, сделать? Какую информацию мы можем донести? Почему? Тем более люди, которые имеют сами собак и породистых собак, ну, не важно там породистых, беспородных на самом деле. Ну, знаете, как правило, владельцев, наверное, слушать не станут. Мне кажется, стоит проводить какие-то беседы, общественные беседы на уровне. Вот есть ведь люди, которые специализируются на психологии поведения животных, да. То есть донести людям то, что, допустим, ни одна сытая собака, она не укусит человека, даже вот бродячие собаки. Нет, есть моменты, да, с определенными заболеваниями, да, но, естественно, это все отслеживается, это все лечится. То есть информация, людям не хватает информации. Или слишком много ее, может быть? Мое мнение, что животные каким-то совершенно неясным образом стали вот такой вот прям расстрельной фигурой. Мир может в любой момент принести нам какие-то неприятности. Они исходят не только от животных. Животные – это часть городской среды. Мы можем упасть с лестницы, подвернуть ногу, нас может сбить машина, нам может упасть со стройки кирпич на голову. Также есть высокая вероятность, что в какой-то момент времени и при стечении обстоятельств кто-то прихватит нас за штанину, да. Они живут среди нас, они живые, и это не мебель. Поэтому я считаю, что любое жестокое обращение с животным, особенно в таком масштабе, должно наказываться реальными сроками. Только тогда люди будут несколько раз думать, прежде чем сделать. И уж тем более привлекать к такой деятельности детей или делать это в присутствии детей – это отдельный вид преступления в данном случае. Потому что дети – это те, кто, возможно, на данный момент еще имеет возможность сделать наше будущее лучше. Была ли заведена уголовная статья? Да, статья 245, часть 2. Ну и какие перспективы у этого дела? Пока сложно, что ли. На мой взгляд. Пока сложно чем-либо судить, но я очень надеюсь, что все-таки законодательные инстанции не закроют на все это глаза, и все произойдет по справедливости. Ну и ваше заключительное слово, потому что время нашей передачи уже заканчивается. Раз у нас такие разнополярные сегодня истории, да, и такие темы, я хочу сказать, что мир бездомных животных, да, и домашних животных, они очень тесно переплетены. Он очень неоднозначный. Здесь много побед и очень много поражений, но я считаю, что только наше какое-то совместное движение, совместная деятельность, поддержка друг друга и в сложные времена, и во времена каких-то побед могут привести нас к определенному результату. Мы должны относиться друг к другу с пониманием, и тогда у нас будут победы. Спасибо большое, спасибо. Ну, а, к сожалению, должен констатировать, что наше время завершилось и наша программа также подошла к финалу. Еще раз хочу пожелать всем доброты, понимания и выделить в своем сердце место для любви к братьям, нашим меньшим животным. Всем пока и хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова